В молодежно-досуговом центре прошла традиционная маевка. Для молодежи Азбеста это уникальная возможность напрямую пообщаться с главой города, задать вопросы и рассказать о своих проектах. В этом году темой маевки стало волонтерское движение, что вполне ожидаемо, ведь 2018 год в России объявлен годом волонтера. Уже в начале мероприятия глава города Наталья Тихонова обратила внимание на отсутствие представителей крупных предприятий и организаций города, общение с которыми было бы полезно молодежи. Она добавила, что смысл мероприятия – прямой диалог с властью. Я, конечно, это все прекрасно понимаю, но к организации хочу сказать, что давайте мы эту традицию сохраним. Так же, как и сегодня молодежь, должны волновать программы по предоставлению жилья, по выделению участков для индивидуального жилищного строительства. То есть это вопросы, связанные и с архитектурой, и с управлением муниципальной собственностью. Иногда бывает так, что об этом мы с вами все равно говорим. Административный личной барьер, не идет возможность молодежи реализовать свою инициативу. Свою инициативу молодежь Азбеста представила в виде двух проектов, прошедших муниципальный отборочный этап волонтерского форума «Утро-2018». Будущий врач предложил создание на базе детской больницы отделения палеотивной помощи детям с неоперабельной формой онкологии. Определенная работа в этом направлении уже ведется руководством городской больницы, даже определенного помещения. Волонтер предложил обустроить игровую комнату для больных детей, провести ремонт и художественную роспись стен, приобрести телевизоры и игрушки. Чтобы представить проект на грантовом конкурсе волонтерского форума, нужно 12 тысяч рублей на поездку и проживание. Глава города пояснила, что существует механизм внебюджетного привлечения средств, которым может воспользоваться учреждение. Для этого нужно обязательно описать сложившуюся ситуацию, сколько всего проектов, что этот проект один из самых лучших. Дать общую характеристику, определить шансы, показать время проведения данного конкурса. Ну и с нашей стороны мы поддержку тоже можем обеспечить организационную, взять на себя определенные обязательства по согласованию данного обращения, что, как правило, не только ускоряет ход, но и влияет на позитивное принятие решений руководителям предприятия. Также на муниципальном этапе конкурса среди волонтерских проектов в двойку лидеров вошел экологический проект волонтерского отряда «Добрые сердца», который предполагал озеленение и уборку общественных территорий и дворов силами волонтеров. Появление самого проекта – это очень хорошо, экологического проекта. Я просто прошу обратить внимание, может быть, это будет другой проект, может быть, это будет направление под проект. Рассматривать вопросы экологии все-таки более комплексно. То есть и предусмотреть все-таки систему оценки. То есть, поверьте, население уровень экологии оценивает никак не по тому, есть ли у нас цветы под окном. Это я вот без всякого могу сказать. Наталья Тихонова добавила, что на благоустройство территории направлена специальная муниципальная программа. Информирование и экологическое просвещение населения, в первую очередь молодежи, входит в другую муниципальную программу. А, собственно, на разработкой экологической программы займется экспертный совет. Мы создаем, помимо основных советов, которые участвовали в разработке стратегии города, я напомню, это бизнес, власть, средства массовой информации, наука и общественность. Сегодня подписаны изменения в постановлении. Мы создаем экспертный совет экологии, где согласны обсуждать проблематику. То есть мы с вами коррелируемся, да, проблематику в сфере экологической обстановки, для того, чтобы включать уже в программные системные мероприятия. Экологическую программу планируется разрабатывать с участием промышленных предприятий города. Одной из главных экологических проблем в городе Наталья Тихонова назвала несанкционированные свалки, число которых с каждым годом растет. Нередко таким образом избавляется от мусора жители частного сектора. В качестве примера она привела поселок Белокаменный. Была очень большая проблема в том, что жители поселка стали препятствовать заключению договоров на вывоз твердых бытовых отходов. То есть мы сами понимаем, что значит где-то, куда-то же мусор-то девается. Сначала здесь дорого, тут мешочки, кстати, я сама тоже контролирую эту систему. В принципе, система работает, когда заключен договор, объезжают, собирают мешки для мусора и фактически мусор вывозят. Не надо никуда там идти, отдельные контейнерные площадки организовать, кому-то там что-то многого оплачивают. Так вот, порядка 43% из всех жителей частного сектора поселка Белокаменный имеют сегодня договор в 2018 году. И тут же нам говорят о том, что есть несанкционированные свалки. То есть вопрос тогда регулирования, если мы будем сегодня тратить средства бюджета, миллионные средства бюджета, на то, чтобы самих себя обрабатывать, то мы тогда никуда далеко и не уйдем. Наше все благоустройство будет заключаться на том, чтобы одни, оглядываясь, прибежали, выкинули этот мусор, чтобы их не поймали. Мы должны за ними бегать, но все равно убирать. Глава города рекомендовала молодежи в экологическом проекте предусмотреть мониторинг таких ситуаций и работу с населением в этом направлении. Также участников встречи интересовало, какие территории будут благоустроены в следующем году. Наталья Тихонова пояснила, что на текущий год запланировано завершение работ по благоустройству аллеи на улице Мира и начало реконструкции Аллеи Победы. Судьба других общественных территорий будет зависеть от результатов конкурса, который проходит на уровне Российской Федерации. В случае Победы нам в 2018 году мы заявляемся на максимальную сумму 100 миллионов. Если мы в федеральные средства привлекаем 100 миллионов, тогда мы начинаем продвигать другие территории. То есть тогда в 2019 год уже уверенно входит у нас и бодрость. То есть за счет перераспределения средств, федеральные средства будут направлены на то, что мы делаем внутри города. Здесь на окраине, соответственно, мы делаем очень хороший спортивный комплекс. Я думаю, что поддержка, ну во всяком случае, и правительства, и Южного управленческого округа найдена, потому что у нас на территории Южного управленческого округа бетонного комплекса вообще нет. Интересовали молодежь и вопросы трудоустройства молодых специалистов. Были названы направления, где наблюдается нехватка кадров. В первую очередь это городские больницы, где требуются врачи, и школы города, где нужны учителя математики и физики. Татьяна Мильникова, Владимир Денисов, Новости ТВ.